Конопус Конопус — самая яркая звезда южного полушария. По ней многие века сверяли свой путь мореходы, за что и прозвали Южной Полярной Звездой. Еще с советских времен Конопус в космонавтике — ориентир для систем астронавигации. По нему позиционируются космические аппараты. Вскоре на небосклоне появится еще один Конопус — новейший спутник неэкспериментальной механики. Основная задача — это мониторинг чрезвычайных ситуаций как техногенного, так и природного назначения. Значит, это разливы рек, это пожары. Конопус проектировали с использованием трехмерных технологий. Инженеры построили спутник будто из конструктора. Форма прямоугольная выбрана не случайно. Значит, каждая панель собирается на отдельных стапелях. Это является за отдельной функционально законченной сборкой. То есть здесь присутствует элемент лего-технологии. То есть как собирание спутников, как из кубиков. На орбите Конопус будет работать в интернациональном дуэте. Близнец российского спутника похож на него как две капли воды — белорусский космический аппарат БК. Шуку его называют «белка». В дальнейшем мы планируем развить эту серию космических аппаратов. Планируется через два года, через год-два запустить второй космический аппарат Конопус-2. Система спутников поможет решить глобальную проблему. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Цунами, лесные пожары, наводнения. Последние события в мире показывают, чтобы избежать катастрофы от природных катаклизмов, порой не хватает мгновений. Предупрежден — значит вооружен. Две камеры белорусского производства — панхроматическая и мультиспектральная — с высоты 510 километров передадут изображение зарождающихся стихийных бедствий. Группировка будет Конопусов, четыре космических аппарата. Плюс, если еще будет белорусский космический аппарат, то это будет совместная российско-белорусская система, и она будет работать для всех отраслей народного хозяйства. Лесного хозяйства, океанографии, сельского хозяйства. Все испытания космических аппаратов завершены. Они готовятся к отправке на космодром. Запуск братьев-спутников запланирован на лето, которое, как обещают синоптики, будет еще жарче горячего лета 2010-го.